Всем привет! В этой рубрике мы говорим о нюансах, важных аспектах и каких-то даже секретах такой игры, как мини-футбол. И сегодня мы с вами разберем такой важный момент, как игра подошвой, игра стопой в мини-футболе. Ну что, поехали? В мини-футболе очень много и очень часто играют именно стопой, останавливают и обрабатывают мяч под подошву, прокатывают его под подошвой. И таким образом мяч контролируется и ходит очень быстро от одного игрока к другому. Чем это обусловлено? Это обусловлено прежде всего тем, что в мини-футбол играют мячом четверкой, а не пятеркой, как в большом футболе. То есть он тяжелее, за счет своих свойств его легче контролировать именно подошвой, стопой. К тому же мини-футбол это гораздо более динамичный вид спорта. Здесь очень много передач, которые идут прямо в ноги, то есть точно под вашу ногу. И удобно мяч останавливать именно подошвой. И зачастую идет именно два касания, то есть подошва и обработка. Часто с прокатом, это когда мы мяч прокатываем в одну или в другую сторону, допустим, перед собой, или вправо, или влево. И после этого уже отдаем передачу. И чем быстрее у нас развиты эти два навыка, прием под подошву и затем передача, и чем быстрее мы переходим от одного действия к другому, быстрый прием и быстрая передача, тем лучше и быстрее у нас получается контролировать мяч на площадке всей команды. И нужно добиваться, чтобы этот нюанс, это умение становилось лучше со временем у всех игроков. И тогда у вас получится контролировать игру и навязывать, что называется, свой стиль, свою манеру ведения боя, так скажем. Щечкой и внешней стороной здесь принимают гораздо реже. Львиная доля обработки мяча приходится именно на прием под подошву, под стопу. Именно от того, как вы работаете вашим голеностопом, и зависит этот аспект игры. Чтобы нам хорошо принять мяч под подошву, нам нужно носок поставить чуть выше, а пятку чуть ниже. У нас ни в коем случае они не должны быть на одном уровне. То есть обязательно у нас носок выше, а пятка ниже. И тогда нам получится обработать мяч. Если мы делаем это уже в движении, то также, допустим, с прокатом вперед, носочек повыше, пятку пониже, и уже с движением прокатили. И в дальнейшем либо отдаем передачу, либо контролируем мяч дальше. В этом и заключается большое отличие большого футбола и мини-футбола. И те игроки, которые раньше занимались большим футболом, часто приходя в мини, не могут сразу подстроиться под игру. И по привычке начинают принимать щекой, когда это неудобно, либо шведой. А здесь, я повторюсь, опять же, все отработано до такого, что нужно принимать обязательно под стопу. И все передачи идут очень точно. И так как площадка маленькая, размеры у нее гораздо меньше, чем в большом футболе. И это у нас не газон, это у нас ровный зал, то есть какой-то случайный отскок. Он минимизирован, плюсом к тому в мини-футболе играют в основном низом. То мы уже стараемся отдавать даже под рабочую ногу и точно под подошву своему игроку. Чтобы ему было удобно принять и в дальнейшем с этим мячом действовать и что-то делать. Итак, первый нюанс игры в мини-футбол и важный его аспект. Это игра подошвой и работа вашей стопой. И если вам понравилось это видео, не забывайте подписаться на наш канал, если еще не подписаны в комментариях. Напишите, на какие темы вы бы еще хотели смотреть наши видеоролики. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. И поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно. Субтитры сделал DimaTorzok